Даже летом стены Крымского Федерального не скучают без студентов. Здесь на протяжении двух недель 50 обучающихся из Республики Беларусь пройдут обучение в рамках проекта «Летний университет». На каждой площадке летнего университета по всей стране участники проходят ряд общих дисциплин – социальные проектирования, софт-скиллз и компетенции будущего. Последние включают системное мышление, IT-компетентность и интеллектуальную гибкость. Эти навыки помогут студентам разрабатывать собственные проекты в будущем. Участники направления «Сельское хозяйство» изучают технологии производства натуральных экологически чистых продуктов и начинают со знакомства с технологией «Ноутил» в полеводстве Крыма. Это система нулевой обработки почвы, энергосберегающего возделывания сельскохозяйственных культур. Участникам проводят лекцию, экскурсию по Агротехнологической академии и показывают, как работают приборы. При любой необходимости автопилот можно остановить, сорвать, сорвать управление на себя, принять, перенять управление, выехать на какую-то новую траекторию движения и после этого включить повторно автопилот. Студент 4-го курса Белорусского государственного аграрного технического университета Артём Груша, как и многие участники, приехал на проект из Минска. Ему, как будущему специалисту по проектированию и производству сельскохозяйственной техники, интересно увидеть, какие технологии применяются на крымских площадках сельского хозяйства. Самое главное – узнать, как же вы готовите и создаете продукты питания, чтобы они были безопасны и, самое главное, очень чистые. Ведь если продукция, которая производится в вашей стране, будет способствовать обеспечить целостности и безопасности страны, комфортно будет вам и нам, а мы со своей стороны хотим узнать что-то новое, увидеть, услышать и, конечно же, применять в своей стране. Продолжается программа уже за пределами Симферополя, ведь примеры современных агротехнологий можно встретить практически в каждом уголке Крыма. Один из них – Ялта. Здесь студенты посещают Национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач». Это настоящий музей с богатой историей. Зданию почти 193 года, и изначально оно было учреждено как казенное заведение императором Николаем I, а сегодня в нем представлено около 8 тысяч сортов. Институт занимается выращиванием винограда и производством винодельческой продукции. Об этих процессах и узнали студенты. В институте «Магарач» нам сегодня рассказали про технологии получения вина, соответственно, сам процесс выращивания, как защитить культуру от сорняков, от вредителей, соответственно, сам процесс изготовления вина и выдерживания сусла. Заместитель директора по научно-организационной работе института Наталья Олейникова также подчеркнула, что сейчас для аграрии в приоритете научиться защищать свой урожай от опасных климатических условий. Это доказали сильные осадки, обрушившиеся на полуостров в июне и июле. Вот эти природно-климатические условия, конечно, сказались на развитие заболеваний. И есть и пифитотия мелдио, и черные пятнистости. То есть производственники просто между этими осадками пытаются защитить свой виноград. Увидеть лично процесс регенерации винограда студенты смогли на практическом занятии. Здесь они узнают, как формируется ткань, заживляющая раны, а также знакомятся с видами прививок, которые применяют к растениям для регуляции их свойств. Вы видите, ребята, зеленая ткань? Вот, зеленая ткань – это есть калусная масса. Та ткань, которая сращивает два компонента. Студенты пробуют самостоятельно сделать срез на виноградной лозе, привить и изолировать черенок винограда. Также для них проводят экскурсию по опытному полю агротехнологической академии, где специалисты университета выращивают, размножают и изучают различные культурные растения. Следующим пунктом образовательной программы стала экскурсия на форелевое хозяйство на реке Альма. Здесь функционирует целая лаборатория, научные сотрудники которой выращивают калифорнийскую форель. В настоящее время в прудах предприятия добывают до полутора тонн рыбы. В лаборатории Агротехнологической академии участникам показывают, как готовится мороженое в резервуарах, добавляют масло, сахар и обязательный стабилизатор. А после молодые аграрии разрабатывают свои уникальные рецепты, добавляя по вкусу персики, киви, черешню и шоколад. Расскажите, какое мороженое вы приготовили? Сегодня мы приготовили чистенькие пломбиры. Конечно же, хотелось добавить немножко свои лепты в эту красоту. И вот буквально одна вишенка, несколько кусочков киви, правда, сделали это делом. В соседней аудитории производство кипит в прямом смысле. Студенты готовят водные экстракты для натуральных безалкогольных напитков на растительной основе. Сегодня в меню – розе, мохито и глинтвейн. Первым мы брали выжимку из белого винограда, засыпали ее в трехлитровую банку, там около 300-400 грамм. Дальше мы засыпали пару, так сказать, листочков самой мяты. Потом мы добавляли дольки лайма и дольки лимона. Залив кипяченой водой растительную смесь, необходимо дать ей настояться в течение часа, а затем профильтровать напиток. После этого можно оценивать вкус. А сейчас мы с студентами продегустируем приготовленные ими напитки. В этом бокале розе и здесь явно чувствуется привкус розы и лимона, который они добавляли. В это же время участники направления «Туризм и сервис» исследуют туристические маршруты Крыма, занимаются спортом и осваивают необходимые компетенции в сфере организации рекреативных мероприятий. Для того, чтобы заниматься пешеходным туризмом в горах, важно иметь хорошую физическую подготовку. Но прежде чем покорять настоящие скальные рельефы, стоит попробовать свои силы в более безопасном месте. Потому студенты прошли тренировки в легкоатлетическом манеже и ботаническом саду имени Багрова, а теперь полностью готовы к испытаниям в реальных условиях. Здесь у нас есть четыре этапа техники пешеходного туризма, которые также используются и в горном туризме. У нас есть спуск и подъем спортивным способом по крутому участку переправа через ущелье и спуск по веревке, используя спусковое устройство. При помощи такого снаряжения студенты переправляются с одной стороны на другую. Расстояние от дальней скалы до этой примерно 15 метров. Для безопасного преодоления переправы используется страховочная тяговая веревка, при помощи которой можно подтянуть спортсмена на целевой или исходный берег, а также перчатки, чтобы не повредить ладони. Студентка Полоцкого государственного университета Анастасия Куликовская узнала о проекте «Летний университет от подруги» и решила принять участие. Она окончила четвертый курс по специальности романо-германской филологии, но признается, что любит природу и активный отдых. Потому выбрала отраслевую программу «Пешеходный туризм и трекинг». Я бы сказала, если честно, переправа сегодня была легче, чем в саду. Как-то, возможно, потому что уклон больше. Когда подошла ближе к краю, конечно, страшный такой обрыв, но потом нормально сосредоточилась, абстрагировалась и доползла. В программу «Летнего университета» входят не только образовательные блоки, но и досуг. Студенты путешествуют по природным, историческим и культурным достопримечательностям. Одна из них – Ялта. Курортная столица Крыма, город дворцов и виноделия сегодня встречает белорусских студентов. Богатое историческое и культурное наследие Крыма особенно привлекает тех, кто оказывается здесь впервые. И Анастасия Куликовская не исключение. Посещая экскурсии, девушка открывает для себя красоту Кулаострова и больше узнает о его истории. Мне очень понравилась архитектура, то, как органично она сочетается с природой и при этом не разрушает ее. Все смотрится очень красиво и естественно. Сейчас мы находимся в Ханском дворце. И это тоже нечто новое для меня. Я бы сказала, я не встречалась раньше с такой архитектурой. С роскошью каменных дворцов может сравниться лишь богатство природных. Флора и фауна полуострова отличаются редкими видами и даже эндемиками. Потому на его территории расположено много природоохранных территорий. Национальный парк Крымский разделен на различные зоны. Заповедные, особо охраняемые, хозяйственные и рекреационные. Одну из доступных для туристов местность посещают студенты. Это Бахчисарайское лесное хозяйство. Мы занимаемся на этой территории в основном охраной и ведением хозяйства. То есть подкормка диких животных, охрана территории от нарушителей режима заповедности. И поддерживаем наше хозяйство, которое у нас есть. По окончании летнего университета все участники получили сертификаты о прохождении образовательной программы. Но кроме знаний и компетенций студенты приобрели нечто не менее ценное. Новые знакомства, опыт и яркие впечатления, отметила проректор по учебной и методической деятельности КФУ Ирина Цверенько. Мне кажется, самый главный результат этой программы – это дружба, которая наверняка здесь зародилась, в том числе и с нашими студентами, с нашими волонтерами Крымского федерального университета. Мне кажется, еще важное очень обстоятельство, что они увидели Крым, потому что Крым – это, безусловно, жемчужина России. Черное море – один из символов Крымского полуострова. И уехать, не попрощавшись с ним, невозможно, потому последний день проекта студенты проводят на пляже и наслаждаются природой. На самом деле в Крыму очень приятные люди, очень приятные организаторы, которые поделились своим опытом, помогали нам в любой сложной ситуации на самом деле. И на самом деле с этими людьми не хочется расставаться, потому что берет даже какая-то гордость за то, что здесь такие ребята, такие люди собрались. Буду очень сильно скучать. Хочется вернуться сюда обязательно еще в следующем году. Крымское море осталось за бортом, но каждый из участников увез с собой свое море. Море впечатлений. Яна Дученко, Илья Придко, Никита Шосток, Сергей Мельник. Пресс-служба Крымского федерального университета. Редактор субтитров А.Семкин